За моей спиной осыпается ёлка. Сегодня 11 января. Но китайского Нового года ещё не было, так что я вполне себе быстрый и ловкий человек. И это новогодний выпуск моего телерадио-слайд-шоу с элементами АСМР. Я буду подводить итоги года. У меня сохранён пост в Инстаграме с вопросами к себе. Если понравился мне список этих вопросов, возьму у себя интервью. Первый вопрос. В 20-м году эпидемия стала для всех шоком. Как вам живётся теперь в связи с происходящим? Мне живётся не так, как хотелось бы, но не уверена, что могу винить в этом пандемию. Хотя она странно закрутилась вокруг моей непрекаянности. Следующий вопрос. Над чём вы смеялись сильнее всего? Сильнее всего я смеялась над шуткой про Авербуха. Но это внутренняя шутка. Её поймут только от силы человека. Три, может быть, четыре. Пересказывать её не буду. Каким был лучший совет, чтобы получили лучший совет? Отдавай больше, чем хочешь получить. Каких ожиданий не оправдал 21-й, что не сбылось? У меня не сбылось ничего. Вот так я отвечу. А в чём этот год? И вы сами превзошли свои ожидания. Я научилась зажигать спички. Я всегда боялась огня. Спички казались мне такими короткими. Вот-вот и пламя подберётся к моим пальчикам. Но в 21-м году я догадалась, что мне нужны длинные спички. И вот. Что было самым сложным? Удалось ли вынести что-то хорошее из этой ситуации? Самым сложным было открыть банку с кокосовым маслом. И из этой ситуации я вынесла, что человеку нужен человек. Нашли ли вы новый способ заботиться о себе? Я стала больше разговаривать с собой. Со своим высшим я. У него все ответы. А у меня вопросы. Кому вы помогли в этом году? Кто помог вам? Я помогла рыжему котику, который гостил у меня неделю. А котик помог мне и ещё мне помог. Ты мне очень помог. И ты мне помогла. Вы мне помогли. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Какая встреча была для вас значимой в 2021 году? Встреча со своим детством. Я успела одним днём съездить на старую дачу. Участок давно уже принадлежит другим людям. Но в остальном всё осталось прежним. Даже колодец. И это такое большое и важное место в моём сердце. Это поле, лес, небо, лето. Всё моё детство. Плакали ли вы о чём? Я плакала. Весь год. Обо всём. Когда вы чувствовали себя наиболее уютно? Наиболее уютно я чувствовала себя, когда я ела суп. Чего вы боялись? Сбылись ли страхи? Как вы исправлялись? Я боялась, что бабушка не увидит, какая я стала благополучная, красивая, богатая, счастливая, спокойная. А она её не увидит. И как я справлялась с этим? Я молилась и играла в анимо-кроссинг на телефоне. Это мне очень помогло. Какие привычки или дела вы бросили, не обязательно вредные, а какие приобрели? А я перестала смотреть на шагомер, а стала смотреть на метроном. Я правда очень стараюсь играть на укулеле ровно. Фото, на котором вы больше всего себе нравитесь. Что вам нравится в нём? Фото, пожалуйста, вот это. Мне нравится, что я на нём такая красивая, игривая, и такая игровая, праздничная ситуация. Есть ли что-то, что вы, наконец, разрешили себе? Я, наконец, разрешила себе не принимать душ каждый день и снимать эти видео на ютубе. Да? Чем вы гордитесь, за что больше всего уважаете себя? Я горжусь тем, что выдалила два зуба мудрости и уважаю себя за то, что я всё же умею говорить жизни «да». Ну, в те моменты, когда жизнь каким-то образом проникает в моё царство полумёртвых. А за что вам было стыдно? Мне было стыдно за свой кривой вокал, и стыдно было чувствовать себя больной и бедной. Но сейчас я себя чувствую здоровой и богатой. Кто или что вас вдохновлял? Меня вдохновляло знать наверняка, что я люблю делать. Знать, что я люблю петь, сочинять, складывать слова в предложения. Люблю снимать какие-то видео, люблю видеть красивое и чудное. И всё это давало мне очень много сил. А ещё под конец года меня вдохновила Вова, когда я наткнулась на его сторис, где он рассказывал о том, что проснулся с утра пораньше, чтобы пойти на каток. Я подумала, что? Вот это похоже на жизнь. День, который хотелось бы повторить, каким он был. Я ничего не хочу повторять, я просто хочу проснуться в предвкушении нового дня. Пойти записать вокал для своей песни и сидеть с едой в парке. Главный сериал, фильм, книга, трек, игра 21-го года. Почему они? Сериал... Я не знаю. Никакого сериала. А фильм... Охотники за привидениями, наследники. Потому что я не была в кино два года. И, наконец, пришла, попала на сеанс, где кресло тряслось, и воздух дул в лицо. Было так весело, как в детстве. Трек, конечно, эко-сексуализм, Черенко и Миловмина. Ссылка в описании. Игра Animal Crossing Pocket Camp в телефоне. Я впервые в жизни играла. И мне это очень помогло пережить потрясения эмоциональные. Ой, книга. Книга я мало читала. Пусть будет вот эта книга, которую я даже не распаковала. Ай, сама же ставка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрела фильм на Нетфликсе и не могла закончить про него думать Решила прочитать книгу, но не прочитала А все равно это книга года, потому что весь год она пролежала нераспакованная Какие ваши взгляды изменились в 21 году? Вроде мои взгляды не изменились Такие же взгляды Вдруг говорит, что у меня взгляд кота В каком месте вы лучше всего себя чувствовали? Что делать его особенным? Я себя очень хорошо чувствовала в студии Где можно петь и быть собой Какое фото для вас самое счастливое? Что стало главным инсайтом 2021? Инсайд Каждый день новый Каждый день можно что-то начинать и продолжать Каждый день можно назначить началом своей цели Когда вы чувствовали наибольшую любовь к себе? Вы любили что-то новое в себе? Наверное, наибольшую любовь к себе я чувствовала, когда Сочинила песенку со словами Я себя люблю и не убиваю Хорошо кормлю, иногда выпиваю Что бы вы сделали по-другому? Я бы удалила зубы мудрости до того, как они начали простреливать мне лицо Что вы хотите унести с собой в 22-й и что навсегда оставить в 21-м? Я несу с собой свои песни Свои заметки в телефоне Свои записные книжки Свои желания Жить, петь, радоваться Наслаждаться И в 21-м году я оставляю свои мысли удалить Инстаграм Тикток и так далее Ничего удалять сейчас не хочется За что благодарна себе? Я благодарна себе за то, что потихоньку, по чуть-чуть Я делаю все, что я люблю делать Например, снимаю это видео О чем вы мечтаете? Я мечтаю о совместной песне со Славой КПСС На этом мое интервью со мной подходит к концу Завершу его гаданием по книге Потому что сейчас самое время гадать Книга Скажи мне Что-нибудь про 2022 год Да, наверное, надо мне было Что-то предпринять Прислушаться к своему Чутью Давай в 2022-м слушать себя Брать и делать Все будет хорошо Все получат то, чего хотят С Новым годом!